Просто сил нету уже больше это все терпеть. Женщины, которые страдают от насилия, это особая категория, с которой работать тяжело. Ну, за год точно вам скажу 46 женщин, и, по-моему, около этого 40 с лишним деток было. Мне дала номер телефона подружка. Я сначала терпела, у меня муж пьет, и я терпела, а потом уже решила сюда обратиться. Позвонила на мобильную бригаду, и мобильная бригада приехала, она забрала с сыном. Он издевается над ребенком, бьет ребенка, угнетает ребенка. Мне помогает психолог, психолога зовут Полина, помогает мне юрист Василий Петрович. Ну, я работаю спокойно все, хорошо, и на душе спокойно, и сыну спокойно. Спасибо, что есть такой центр, и что женщины, чтобы не молчали, сюда обращались. Центр открылся в прошлом году, в феврале месяце, 7 февраля 2018 года. Центр, он специализированный. Специализированная служба, как вот есть специализированная служба, мобильная бригада социально-психологической помощи, которая работает только в противодействии насилию, да, и работе с женщинами, которые, и девочками, которые оказались в ситуации насилия. И другая категория населения попасть в этот приют не может. Только вот если они страдают от насилия, есть угроза жизни и здоровью этого человека. Много сопротивления и много отрицания того, что я не жертва. Тяжело просить о помощи, потому что, ну, понимаем, что когда пострадал от насилия, да, и тяжело сначала признаться в том, что я жертва и что мне нужна помощь. У нас многие женщины, которые обращаются к нам, они обращаются от знакомых, соседок, которые тоже были в такой ситуации. Ну, и, конечно, поддержка бывает то, что я тоже была в такой ситуации, да, и у нас уже тенденция идет к тому, что насилие – это не та тема, которая должна замалчиваться, и о ней важно говорить. И насилие – это не только когда муж бьет, да, но когда идут оскорбления, различные унижения, экономическое насилие. Женщина может здесь перебывать от недели, там, до месяца, да. А дальше коррекционная программа, например, она предусматривает до трех месяцев работы, индивидуально работать с психологом. Они приходят поза межами, да, там, круглосуточного проживания, они приходят к психологу, общаются, проходят коррекционную программу, индивидуальную поддержку. У нас есть юрист, который принимает, указывает консультационную услугу и пишет, помогает писать заявление, собирает документы. Чаще всего это сразу развод, это раздел имущества, это, ну, защита, вот, жизни и здоровья. Центр рассчитан на шесть мест, но у нас есть и дополнительные места. У нас в зале, да, большой диван. Здесь было так, что два человека, как бы мама с ребенком может ложиться, у нас есть раскладушка, и для маленького ребенка у нас есть манеж для ребеночка. Чаще всего женщины принимают решение уйти. Если слишком зависимые отношения, да, то, к сожалению, женщина возвращается к грезду, и цикл насилия снова продолжается. Бабушка наша терпела, и ты терпи, нормально, это женская доля, женская судьба. Да, но вот эти же стереотипы, важно их разрушать, и многие уже это делают. Но, к сожалению, есть еще процент тех, кто угнетает тем, что терпи, ты же женщина, это твоя доля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok